Это не статистическая обработка результатов опроса, а просто получение таблицы. Опроса на анкету ответило уже 570 человек. Какие здесь по этой ссылке, которую он прислал, есть возможности. В пункте форма можно перейти к активной форме, посмотреть на какие вопросы студенты отвечают. Можно здесь же посмотреть результаты, но смотреть результаты здесь, естественно, неудобно. Для быстрого просмотра есть такая возможность, встроенная в таблице Google, которая называется «Показать сводку отчетов». Здесь уже какое-то слово «статистика» можно использовать. Результаты опроса представляются в виде круговой диаграммы, либо столбиковой диаграммы, или гистограммы, как ее часто называют. На текстовые вопросы примерно показаны какие-то данные. Последний вопрос тоже там был текстовый. А ну, здесь электронные адреса предлагали студентам поставить, которые хотят участвовать в дальнейших работах. Можно опять перейти к полным ответам. Расшифровка идет этих столбиков. Самое большое место здесь на первом месте 308 на первом курсе. Очень интересно оказалось, не хватает школьных знаний по каким предметам. Больше всего по физике 44%, потом по математике 32%, и по русскому языку 10% тоже чувствуют, что не хватает. Лучших результатов, тем не менее, ожидают по математике и по физике. А хуже всего, сдам, поровну поделюсь между физикой и математикой, сколько занимаются самостоятельно, нисколько не занимаются. 30 человек 5%, 3 часа или больше занимаются 25%, больше всего. Показательно в читальном зале. В читальном зале 0 минут работают 66%. В неделю 30 минут. И дальше работают, ну, единицы процентов. Один час примерно. Из-за того, что цифра круглая просто. Сколько спят? Шесть часов. Количество часов, которые надо увеличить по физкультуре, по русскому языку, по иностранному языку, чувствуют нехватку иностранным языкам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.